Вы только что освободились из ИК-9 Ульяновской области Да, да, на самом деле не так давно освободился Ну, хотелось бы рассказать, да, о происходящем вообще на территории ИК-9 Ну и насколько я наслышан, такие же вещи происходят и в исправительных колониях других Ну, этой же области, Ульяновской Позвоните в ИК-3-35-01, пожарную машину туда вызывайте Для подстраховки массовых беспорядок, как принял У меня была возможность пожить и в живой зоне, и в ПКТ, и в ШИЗО И все, как бы я видел все моменты И вот последние где-то полгода, вообще полгода, просто начался вообще сумасшедший беспредел Они с ума там все посходили Такого не было раньше Никто не хочет, мы ничего делали Заносим, заносим Забирай его Забирай его Забирай его с собой Притом бьют за, ну, за малейшее правительство, за которое раньше могли, ну, замечание сделать, там, выговор, предупреждение делали А это сейчас просто удар Кто еще здесь сидит, близкий, приходите, звоните Близкие, жены, матери, звоните, пишите Надо что-то решать, потому что так невозможно Здесь идет полный беспредел Происходит вот такая ситуация В четвертом бараке Закончились уже обысковые мероприятия После чего туда зашел Начальник оперативной части Махмудов С собой вместе привел спецназ То есть с выключенными регистраторами И там началось просто смертоубийство Они залетели и просто начали бить То есть там были сломаны ребра, пробитые головы, разбитые носы Люди вскрылись Там залили кровью все Там ребята прям, ну, я вот с ними разговаривал Они мне прям рассказывали Он говорит, мы сидели в проходнике шесть человек Я голову поворачиваю, и стоит вот такой вот этот Ну, вот этот маск И все, он просто сходу начинает бить ногами Там, говорит, люди вылетали вот так через второй ярус, через кровати Это, ну, почему это все произошло? Одному богу известно, да? До этого при всех моментах отрицательных других руководителей УФСИН такого не было И это во многом связано со сменой руководства УФСИН Пауляновской области И то, что отправили выходцы из других регионов и из колоний, которые пользуются дурной сплавой Второе – это общее ужесточение режима в стране А в таких закрытых учреждениях это в квадрате, а то есть путь Мы сами знаем, что люди боятся Боятся Брифинг с новым начальником региональной службы исполнения наказания Сергеем Балдином состоялся сегодня в УФСИН Сергею Балдину 40 лет В данной структуре с 2004 года в Ульяновск прибыл из Оренбургской области Имеет 4 ведомственные награды С 2011 по 2018 год возглавлял шестую колонию в Соль-Илецкие легендарный черный дельфин Это исправительная колония особого режима Там отбывают наказание самые опасные преступники В том числе осужденные на пожизненное заключение маньяки, людоеды, террористы До того, как появился именно этот начальник Мы никогда в колонии не видели спецназ То есть каких-то таких режимных мероприятий Даже если это были общие обысковые мероприятия Которые приезжают со всего управления Там 300-500 человек и шмонают Ну понятно, от этого никуда не денешься Но сейчас в колонии просто поставлено так Что спецназ находится при любом малейшем вообще желании сотрудников ИК-9 Они обложились этим спецназом, понимаете? И то есть все требуют они сейчас Ссылаясь постоянно на применение физической силы Я бы не назвала это ужесточением режима Хорошо, хотят режим, пусть будет режим Ради бога Побои, форча вещей личных Это не режим, это бандат То есть прежде чем требовать от заключенных Дай отбирать положенные вещи Хорошо, дайте то, что и положено Трусы, носки, мыло, мочалки Элементарные вещи, которые даже выдавали Это ничего не знают, но их передачи не принимают И из личных вещей из дома Это разрешение Много жалоб поступает на содержание и питание Но Сергей Николаевич уверяет Сам лично следит за уборками и пробует еду в столовой Также УФСИН стараются максимально перевести рабочие процессы в онлайн Где свидания, консультации и даже обучение сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний проходит дистанционно Извините, я недавно читала интервью Сергея Балдина Ульяновским журналистом Он рассказывает, что осужденные в его колониях, в тюрьмах Питаются очень хорошо, три раза в день И им даже дают какао Что можете сказать по этому поводу? Ничего себе Ну какао я не знаю Нет, три раза в день, да, кормят Но утром, в обед и вечером сечка И вот если в столовой, в колонии То есть порция одна То в ШИЗО и в ПКТ Эта порция вдвое меньше Потому что там они придумали какие-то новые тарелочки Привезли там такие Как вот в детском саду, знаете, тарелки То есть Об этом мы разговаривали неоднократно И разговаривали с начальником тыловой службы Коликовым Который просто на наши вопросы ответил Знаете как А, чё, питание вас не устраивает? Да это там украл всё завхоз Столовой Прямо так и говорит, украл? Ну он это другими словами сказал Просто это нецензурными словами он сказал мне Я сейчас это как бы немного утрировал, да То есть это завхоз То есть материально-бытовое обеспечение Не то, что там оставляет желать лучшего Его просто нет Один вот этот пластмассовый костюм, да Который они выдают Они считают, что это всё они обеспечили Но здесь климат То есть Даже неумеренный Здесь Когда меня привезли в эту колонию 42 градуса был мороз То есть Мне вот пришлось Всю зиму Я вообще в тапочках проходил ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот смотрите, окна в ШИЗО и в ПГТ В данный момент, да Вот зимой Просто И летом, и зимой Но сейчас, да Особо как бы температура Не соответствует содержанию абсолютно То есть Вот я на окно смотрю И вижу улицу Представляете Просто не в стекло я её вижу А я вижу её В зазоры между оконными рамами Да, которые закрываются Видно улицу То есть Уже что мы не делали с этими окнами Мы их клеили Мы их там уже затыкали тряпками Но всё равно Это ничего не помогает Вот по всему поводу Да В феврале месяце Прошлого года На голодовке У нас оказалось То есть ПКТ, ШИЗО Все, да Там Все вместе А почему была объявлена голодовка? Коллективная голодовка Была объявлена Ну В связи с условиями содержания Да Потому что Во-первых Были там судебные решения Которыми Помещение ШИЗО И ПКТ Было признано вообще Нежилым То есть В нём Нельзя было содержать людей В связи с чем 23-го, по-моему Февраля Внесено представление Начальнику ФКУ ИК-9 Об устранении Нарушений закона И Кроме того Подано представление В суд В Заволжский суд До города Ульяновска Тоже об этих же самых устранениях Но Суть в том Что Как бы я не знаю Возможно Что там просто Отписываются Знаете Говорят Да Мы всё исправили Но Ничего не изменилось Становится всё только хуже Просто Ну всё хуже И хуже А вас Лично Уже не допускают В колонии В последнее время Никого не допускают Что говорить про нас А адвокатов не допускают Адвокаты неделями Ездят Не могут прорваться А где Девять осуждённых Девять осуждённых Фондов защиты прав заключённых Что-то на что-то Она во-первых Просто сканирует взглядом Никакой диагностики Никогда там не делалось Никому Другой момент В ПКТ Содержатся люди Которые Нуждаются В медицинской помощи И вот человеку Операцию сделали Через три дня Он оказался В камере ПКТ То есть Ну как Это Никаких Санитарных норм Там нету Понимаете Что он же разрезанный У него швы стоят После этого У него осложнения есть Там есть такое осуждение У него пошли осложнения То есть От этой операции Ну такая возникла Знаете Как будто Вот она похожа На трофическую язву Через кожу Просто сочится вода Что-то такое Ну ему занесли Видно туда что-то Или какую-то инфекцию Или что-то непонятно Но сколько он обращается Вот при мне На протяжении Там трех-четырех месяцев Он обращается к врачу Ему выписывают Ивупрофен И говорят Ивупрофен Это чудодейственное средство Оно вообще От всех болезней Панацея Понимаете Они нам говорят Медицинские препараты Да бог с вами Вы что У нас нету денег Нам никто Это ничего не выдает Следственный комитет У нас При сегодняшнем Руководителе управления Скажу я Ни одного делом Сотрудник Увсил Возможно Даже если он Убьет Судьбу Это длится уже Более года Эта ситуация Но что хотелось бы сказать Надо отдать Должное прокуратуре Я что-то сразу Не восприняла Нашего прокурора Возможно Возможно Их как Понимаете Но Ему Когда Должны Я Поглядаю За его работой Я могу С ними Ругаться Спорить Не соглашаться Но я не могу Не признать Вот сейчас Результат Увсил Сотрудник Действительно Наказывает Постоянно Носится Представление Работятся Проверки За рулем Автомобиля Заместитель Начальника Девятой Исправительной Колонии На пассажирском Сидении Часть суммы Которую Сотрудник Исправительного Учреждения Попросил у Жены Одного Из осужденных За помощь Тому В смягчении Наказания Суд Вынес приговор Экс-сотруднику Ульяновской Исправительной Колонии Он обвинялся В получении Взятки Ему назначено Наказание В виде Трех с половиной Лет лишения Свобода С отбыванием В колонии Общего режима А также Штраф В размере 770 тысяч Рублей Лишение Права На три года Занимать Должности В органах Уголовно-исполнительной Системы Прокуратура Отписывалась Сейчас Прокуратура Реагирует Другой вопрос Что на это Реагируют Сотрудники У всех Все представления Которые Прокуратура Все жалобы Они дарят То есть Начинаются Репрессии На тех заключенных Которые Смеют Пожаловаться Последний раз Я на голодовке Просидел За Ну Один месяц Да Трижды Сначала Пять суток Потом Девять суток И семь суток Ко мне Никто не приехал Никакой Прокурор Никто Сиди Поголодай Ну Как Угарать начнешь Мы тебя Принудительно Накормим Вот и все Это рабство Просто рабство Вот так сказали Будет так Не будет так Будем лупить Это вот такие люди Знаете Которые говорят Чуть-чуть власти дай И он начнет Ну Он схавает Весь русский народ И за много лет Занятия Этой деятельности Я убедилась Что у них Настолько низкий уровень Интереса Ну и наедут Туда Такие Вот только Такие Потому что Они не понимают Что они делают Плохо Они думают Что это норма Они так жили Они так Воспитывались То есть Для них Это не является Чем-то плохим Побить кого-то Это норма То есть То есть У них Работает Но Я уже знаю Для нас Оказывается Как делают Прокуратура Личие Можем Единственное Что мы можем Делать И у нас Все-таки Любая власть Здесь не имеет Ввиду Какой бы режим Не был Он всегда Стремится Не допустить Волнений В таких Учреждениях Он всегда Будет Стремиться Любой режим И поэтому Информирование Даже Выше стоящих Структур Все-таки Центральные органы Будут реагировать И будут Как-то Ну Придерживать Очень часто Бывает Инициатива На местах Здесь Как бы Ну Безопасность Нужна Осужденным От сотрудников Но не сотрудникам От осужден Понимаете Вот такое ощущение Как будто Они хотят Что-то спровоцировать Знаете Причем Такое глобальное Что-то спровоцировать Они хотят Наверное Я так вот Как бы Ну Полагаю Что Это хотят Спровоцировать Для того Чтобы туда Можно было Завести спецназ Просто И уже потом Отчитаться За проделанную работу И сказать Вот смотрите Да То есть Ну Что здесь Произошло От этого Какие могут быть Последствия Одному Богу Известно Продолжение следует... Продолжение следует...